Добрый день, читатели Сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях епископ Белогородский Сильвестр Стойчев, ректор Киевской духовной семинарии, Академии. Сегодня у нас такой повод, это Пасха, которая уже начинается 8 апреля. Ну и такой вопрос, расскажите, как правильно встретить Пасху? Что положено делать, что запрещено? Естественно, что Пасха, как все знают, является самым большим православным праздником. К которому готовится долгий период. Этот долгий период известен под наименованием Великий Пост. И, конечно же, к Пасхе самое главное подготавливаться, это своим настроением. Собственно, весь Великий Пост так построен, чтобы человек подошел к Пасхе как к самому большому празднику христиан, подготовленным мыслями, душою, телом. И, соответственно, желательно, чтобы все богослужения накануне самой Пасхи также посвящались, потому что в них содержится очень много богословских идей, богословских мыслей по поводу того, что совершил Христос. И всю Страстную Седмицу постепенно в богослужебных текстах, в молитвах, как бы каждый раз с каждым днем все больше и больше объясняется, что все-таки произошло, что сделал Христос для человеческого рода. И заканчивается это кульминацией, собственно говоря, самой Пасхи. Поэтому достойная подготовка к Пасхе может быть только с учетом именно подготовки, а не то, как, к сожалению, часто бывает, что к самой Пасхе никак не готовится. И поэтому Пасха превращается в некое просто торжество, связанное скорее с потреблением пищи, с освящением ее в определенное время в каком-нибудь из храмов. Ни богослужение не посвящается, ни пост не соблюдается. И таким образом смысл Пасхи, он исчезает, он нивелируется. Поэтому достойная подготовка к Пасхе – это достойное прохождение векового поста. Но все-таки есть то, что не рекомендуется делать в День Пасхи. Возможно, есть какие-то рекомендации для наших читателей. В День Пасхи рекомендуется радоваться в Пасхане, всех поздравлять с Пасхой. Но, как писал в свое время один христианский автор, не рекомендуется превращать День Господень в День, связанный с развлечением. То есть эта радость пасхальная, она не должна превратиться только в повод для того, чтобы собраться, только в повод для того, чтобы собраться за столом и так далее и тому подобное. Поэтому важно соблюсти этот баланс между, с одной стороны, радостью пасхальной, радостью и желанием общаться в День Пасхи со своими друзьями, близкими, родственниками, с праздничной трапезой, с разговлением, но при этом, дабы все эти аспекты не затмили, собственно говоря, саму Пасху, сам смысл Пасхи. Поэтому и в День Пасхи нужно соблюдать некую умеренность. То есть отмечать можно, но только все это делать нужно в меру, да? Конечно. Тучу спрашивают, как правильно провести последний день поста, есть ли какие-то рекомендации? Но если под последним днем поста имеется в виду День Перед Пасхой, Великая Суббота, то, например, у меня Великая Суббота – это самый любимый день в году, потому что он очень красивый по богослужению, по богослужебным текстам, молитвам. И, собственно говоря, для меня Великая Суббота – это, наверное, в каком-то смысле самая приятная, самая радостная служба в году, и эта радость плавно перетекает в Пасхальную радость. Поэтому Великую Субботу надо обязательно идти в церковь. И желательно всю службу внимательно прослушать. А еще было бы неплохо, чтобы накануне этого человек почитал о Великой Субботе, о том, что она значит, какой смысл богослужений, как проходит служба на Великую Субботу, и тогда уже с какими-то знаниями посетил эту службу. В этом году Великая Суббота уникальна еще чем? Она совпадает с праздником Благовещения. Такое случается достаточно редко, и в этом году как раз есть такое совпадение. То есть в этом году День перед Пасхой – это одновременно и Великая Суббота, и Благовещение. Это будет особая служба и воспоминания аж двух торжеств – и Благовещение, и Великой Субботы. Тут такой вопрос приходил. Можно ли выпить бокал вина, например, в последний день поста? Да. Разрешается или все-таки пока еще нет? Нет. Вся Седмица на Кроне Пасхи строгая. Только вода в основном, да? Да. Ну, чай. Чай, да. Так, Иван спрашивает, слышал, что Пасха празднуется не один день, а всю неделю, и положено все семь дней приветствовать друг друга Христос Воскрес. Если это так, расскажите, как эту праздничную неделю провести в соответствии с традициями? Ну, вообще, Пасха празднуется не неделю, а 40 дней до Вознесения Господнего. То есть, этот отрезок времени, почти, получается, 39 дней перед 40-м Днем Вознесения Господним, христиане приветствуют друг друга Христос Воскресе, выяснил Воскресенье. И каждая неделя вспоминается одно из событий, которое нас связывает с тайной Боговоплощения, тайной, связанной со спасением. И, конечно же, эти дни, они тоже очень праздничные, очень яркие. В богослужении этих дней всегда начинаются не с традиционной молитвы, призывающей Духа Святого Царя Небесной, а с пасхального Христос Воскресе измертых, смертью смерть поправ, и сущего гребе в живот дарового. И, конечно же, в эти дни принято всегда приветствовать друг друга короткими приветствиями «Приветствуем Христос Воскресе, выяснил Воскресе». Безусловно, что неделя после самой Пасхи, так называемая Светлая Седмица, она особая из этих сорока дней. В ней каждый день совершается богослужение, очень радостное, очень торжественное, ликующее богослужение. И благочестивые христиане, благочестивые миряне многие посещают службы каждый день, с понедельника до следующего воскресенья. То есть, 7 дней ходят каждый день на богослужение, для того, чтобы сохранять ту пасхальную радость, которая у них есть. Поэтому правильнее было бы, конечно же, Светлая Седмица не просто, опять же, торжествовать в плане застолий, но и ходить на богослужение, а также посвящать время чтению тех евангельских текстов, которые читаются за богослужением в эти дни и говорят о тайне воскресения Господнего. Кстати, многие дети на пасху говорят «Христос Воскрес», но они совсем не понимают, что это вообще значит. Как маленьким детям объяснить это? Ну, вообще, маленьким детям достаточно сложно что-то объяснить, насколько я понимаю, не только Христос Воскрес. Ну, нужно проскрыть, заком это все сделать. Но нужно... Сам вопрос об объяснении каких-либо богослужебных или тем более богословских принципов, это достаточно тяжело. Это, наверное, особый вид миссионерства, объяснение детям смысла происходящего, смысла богослужебных текстов. Мы прекрасно понимаем, что и зачастую взрослые требуют этого объяснения, тем более ребенок. Я думаю, что объяснение ребенку таких вещей – это особый дар, которым некоторые обладают, некоторые не обладают. Но, с одной стороны, здесь нужно найти некую золотую путь, царственный путь. С одной стороны, это не сделать это объяснение слишком тяжелым, слишком громоздким. А с другой стороны, не сделать его слишком простым. Потому что за этой простотой может, собственно говоря, как раз скрываться такой подвох, что тайна, богословие – это всегда тайна. Она за видимой простотой, за видимой простотой объяснения перестает быть чем-то привлекающим наш ум, привлекающим наше сердце, становится слишком простым. Знаете, как это часто бывает с некой тайной, которую хотят объяснить, приводят аналогии. Эти аналогии эту тайну разбивают, так сказать, делают ее слишком низменно. Этого тоже не нужно делать. Поэтому, конечно же, ребенку надо объяснить, что воскресение Христово – это победа над смертью, когда смерть не смогла удержать Иисуса Христа. И Он воскрес измертных, то есть ожился, говорит ребенку простым словом. И желательно, конечно же, чтобы ребенок осознавал, что Господь наш Иисус Христос – победитель смерти и победитель зла. Многие дети, насколько мне известно, есть все-таки прихожане маленькие, достаточно сильно переживают вопросы, связанные с болью, со страданием, даже со смертью. Казалось бы, да, смерть и маленький ребенок – это радостное принятие мира. Тем не менее, дети понимают, что это такое. И когда им объясняют, что Христос победил смерть, и смерть не смогла Его удержать, поэтому Он воскрес из мертвых, они, в принципе, понимают, о чем идет речь. Коля спрашивает, то, что на Пасху принято светить трапезу, это понятно. Я понимаю, когда светят жилье, но люди уже начинают светить все подряд. Скоро дойдут до абсурда, начнут светить шапки или билеты в кино. Есть ли какие-то запреты на таинство освящения? Должна ли быть какая-то грань? Или все-таки этой грани нет? Грань, конечно, существует, и она связана с традицией церковной. В любом случае, я надеюсь, шапки никто не освящает, и билеты в кинотеатр тоже. Здесь важно понимать, что такое в смысле само освящение. Ведь у нас очень часто освящение понимается как придание защита или еще что-то. Придание чему-то защитных функций. Если что-то там осветил, значит, вот хорошо, не осветил, значит, защиты нет. Это такой своеобразный магизм, которого не должно быть в принципе, потому что смысл освящения это в том, что человек, христианин, на особых важных этапах своей жизни, то, что для него важно, те вещи, которые для него особо важны, он призывает божественное благословение. Собственно говоря, освящение – это призывание божественного благословения. И призывать благословение на свое жилье, на место, в котором ты проводишь иногда больше времени, чем где-либо, или на место своей работы – это вполне естественно. Освящать вещи, которые связаны непосредственно с твоей жизнью, например, можно такие моменты, если это освящение, скажем, поле перед засевом – это естественно. Мы призываем божественное благословение. Не обозначает, что пшенистово, оно получило, сказать, защиту, блокировку от града или еще чего-то. Но мы призываем Господи благословить то начало, тот труд, от которого мы зависим. Вот в чем это смысл, это освящение. Поэтому не думать, что жить человека зависит от билета в кинотеатр или там от чего-то еще. Соответственно, такие вещи просто по здравому смыслу нет необходимости освящать. И, конечно же, автор вопроса, Николай, кажется, он совершенно прав в том, что должна быть грань, эта грань присутствует. И прежде всего, это здоровая духовная жизнь. Человек со здоровой духовной жизнью, имеющий навык рассуждения в таких вопросах, никогда не позволит себе освящать вещи недостойные. Саша спрашивает, мне непонятно, почему Пасха всегда наступает в разные дни. Зачем ее отчитывать? В воскрешении ведь произошло в конкретную дату, ведь остальные церковные праздники неизменны. Давайте тогда и Рождество чего-то отчитывать. Спасибо за вопрос. Действительно, такой вопрос нередко задают священнослужителям. На самом деле, в Древней Церкви было две разных традиции отмечания Пасхи. Это малайзийская традиция, связанная с датой, то есть празднуют дату события воскресения Христова. Событие имело конкретную естественную дату, хотя это был не наш привычный календарь, это календарь, который использовали иудеи, тем не менее, можно провести примерное совпадение, это получается где-то 1 апреля. 1-2 апреля, по-разному высчитывают. Другая традиция, это традиция празднования не даты, а события. То есть мы празднуем не дату, мы празднуем события. В конечном итоге наиболее распространенной стала традиция празднования не даты, а события. и именно эту практику подтвердил 1-й Советский Собор, поэтому с тех пор отмечается на событиях. Почему празднуют события, а не дату? По одной простой причине. Потому что, в отличие от других праздников того же Рества Христова, который, конечно же, тоже имеет свою дату, здесь важно отмечание в конкретный день недели, то есть воскресенья. Потому что, если смотреть в библейском контексте, то все связано с тем, что Господь совершает искупление в день воскресный, воскресает в этом день воскресенья, воскресает в день воскресный, и этот день воскресный символизирует собой некое окончание недели, что символически относит нас к окончанию, в принципе, дней творения, когда за шесть дней был сотворен мир. Мы сейчас не говорим о том, что подразумевается под нем, но за шесть дней было совершено творение мира, и седьмой день – это день, когда Бог почивил дел своих, сказано в Писании. И, соответственно, дни недели – это как бы напоминание о том, что все произошло за некий период, а конечный день этого периода – это событие должно быть самое важное, и это событие у нас связывается с воскресением Господним. Поэтому необходимо, чтобы Пасха обязательно праздновалась не просто в дату, а именно в воскресный день. А, соответственно, если бы это праздновалось в дату, то это не было бы воскресенье, потому что в этом году это воскресенье, на следующий – это пятница, через года три – это суббота, и так далее, и тому подобное. Это такой библейско-богословский как бы контекст празднования. Более того, здесь нужно понимать, что христианская Пасха, она связана с ветхозаветной традицией отмечания ветхозаветной Пасхи. И, как мы видим по Евангелии, особенно по Евангелиям, повествующим о последних земных днях жизни Господа Христа, его распятие и смерть воскресения совпадают с празднованием ветхозаветной Пасхи. И вот там есть такой даже евангельский момент, когда креста уже распяли, то говорится о том, что начинается еврейская Пасха, еврейская Пасха. И, соответственно, по этой практике, по этой традиции, нужно, чтобы христианская Пасха, она отмечалась после еврейской Пасхи. А учитывая, что еврейская Пасха сама по себе тоже праздник, который передвигается, то и православная Пасха тоже передвигается. То есть мы в этом смысле еще идем и по евангельскому контексту, за событиями Евангелия. Поэтому и практика отмечания Пасхи православной в воскресный день, она является логичной и по хронологии событий, описанных в Евангелии, и связью с ветхозаветной Пасхой, и связью библейско-богословской с поискованием о том, что Господь сотворил все самое важное за шесть дней, а в день же святой Почел делся, в субботу, кстати, Великой Субботой соотносится с этим библейским рассказом, а в день седьмый, собственно говоря, и произвел воскресенье и победу над смертью дьяволом и адомом. Наталья спрашивала, слышала, что есть различные календари, июльянский, и григорианский, соответственно, одни и те же праздники церковные как раньше, так и позже. Есть ли христианские церкви, которые в разные дни отмечают Пасху, или все-таки у всех одно и то же время есть? Нет, конечно, есть григорианские и июльянские календари, действительно, православная церковь находится, большинство православных церквей находится на июльянском календаре, вернее, правильно как сказать, здесь говорится о том, что есть григорианский календарь, июльянский календарь, но на самом деле есть еще так называемый Новый Юлианский календарь. Это календарь, на котором находится немало православных церквей, в нем праздники неподвижные, то есть празднующиеся по дате, отмечаются согласно Григорианскому календарю, он же новый стиль, а Пасха и Пасхальные праздники отмечаются согласно Юлианскому календарю. Соответственно, это называется Новый Юлианский календарем. Есть поместные православные церкви, которые находятся на Юлианском календаре, есть православные поместные церкви, которые находятся на так называемом Ново-Юлианском календаре. Например, мы находимся на Юлианском календаре. Скажем, греческая православная церковь или румынская православная церковь находится на Ново-Юлианском календаре, они используют Ново-Юлианский календарь. Поэтому Пасхи у нас совпадают, но неподвижные праздники, например, Рождество или Крещение Господне, у нас празднуются в разные даты. Хотя, по сути, мы являемся православными церквями. Греки православные, румыны православные, и мы православные. И празднуют одни и те же праздники. Но мы празднуем по июлянскому календарю, но по новоюлянскому календарю. Поэтому праздники неподвижные, как я уже сказал, они отмечаются в разные даты, но Пасху мы празднуем в одну и ту же дату. То есть, согласно июлянской традиции. Григорианский календарь свойственен для католической и протестантской конфессий, где используется 16-й григорианский календарь. И естественно, что там Пасха с нашей не совпадает, хотя бывают случаи, когда совпадают, потому что совпадает григорианский и ульянский календарь по отношению к вычислению праздника Пасхи. Но чаще всего не совпадают. В этом году, например, не совпадают. Поэтому у тех христианских конфессий, которые на григорианском календаре, Пасха в этом году, если мне не изменяет память, в это воскресенье. Еще спрашивают, можно ли вытирать из себя святую воду в момент освящения Пасхи, а то порой прям по лесу течет. Вытирать, конечно, можно. Но большинство людей, наоборот, просят, чтобы их побольше накопили святой водой. То есть, можно и без проблем. Конечно. Читательница спрашивает, заметила, что многие люди на освящение Пасхи приводят с собой собак. Разве это правильно? Может, не нужно везти в церковь животных? Как вы к этому относитесь? Ну, честно сказать, я никогда не видел, чтобы проводили с собой животных. Такие случаи есть. Могу поверить, что такие случаи есть. Конечно, это неправильно, потому что здесь... И потому что церковь не любит животных, наоборот. Бог создал всю тварь, все, то есть, все творение имеется в виду. И иметь домашних животных и милости в относительстве к животным, в принципе, это очень даже по-христиански. Но храм это для молитвы Богу. И храм создан для людей. Соответственно, приводить туда животных, это не совсем правильно и не совсем корректно. Ну, скажем, в принципе, в помещение животных не принято приводить. Даже, конечно, многие держат домашних питомцев, это право человека. Но я, например, думаю, что если идешь в гости, то надо всегда спрашивать, можно ли прийти с собачкой. Потому что просто прийти в гости с собакой, это считается не совсем вежливым, не совсем правильным. И, соответственно, если это касается просто помещений, не используемых для религиозного культа, то тем более это правило должно действовать по отношению к храму, к часовням и так далее и тому подобное. Поэтому я бы сказал, что приводение животных с собой – это много том. То есть не поддерживать? Ну, нет, конечно. И я спрашиваю, откуда взялся пасхальный кролик? В Библии же об этом совершенно ничего не говорится. Ну, в Библии говорится о пасхальном агнусе, но пасхальный кролик – это же западная традиция, свойственная для христианской конфессии в Соединенных Штатах, Англии прежде всего, в Соединенных Штатах, частью некоторых других странах Европы. То есть не свойственен для тех стран, где исповедует православие. В принципе, ничего плохого не уже в том, если едят и кролика на Пасху в качестве продукта разговления, но никакой особой традиции, связанной с пасхальным кроликом, в православной традиции не существует. Я спрашиваю, на Западе есть традиция прятать пасхальные яйца, а дети должны их находить. Откуда она вообще пошла? Да, это тоже типично западная традиция. Западная? Тоже очень популярная в Штатах, в Канаде, насколько мне известно. И, в принципе, занимающаяся очень серьезный момент в играх детей, особенно Пасху, поиск пасхальных яиц. Мне кажется, что где-то в 70-80-х годах это даже проводились массовые игры детей на эту тему, связанную с поиском пасхального яйца. Я не знаю, откуда пошла эта западная традиция, в православии такой традиции нет, но в любом случае не считаю, что это какое-нибудь кощунство и так далее и тому подобное. Но было бы, наверное, неправильно, чтобы православный священнослужитель рассказывал о смысле и значении традиций, которой он не придерживается. У нас нет такой традиции, и я думаю, что ничего особо плохого в этой традиции нет, но она для православия не свойственна. Поэтому, видимо, правильно было бы задать этот вопрос священнослужителю, который представляет собой христианские конфессии, связанные в основном с Англией, с Штатами, чаще всего протестантскими. Не считаете ли Вы, что нам нужно забывать все-таки западные традиции, чтобы у нас появились свои какие-то традиции? Потому что у них по одному, у нас совершенно по-другому все происходит. Есть все определенное его рода постоянное влияние, и мы от него никуда не денемся. Но я думаю, что не надо демонизировать, например, эту традицию, отвергать это только по факту того, что это западная традиция. Но, с другой стороны, если довести эту логическую цепочку до конца, если все время принимать какие-нибудь западные традиции, в конечном итоге они вытеснят традиционные возможности наши. И правильнее было бы как раз, наоборот, поддерживать, искать, возрождать православные традиции празднования Пасхи, Рождества и так далее и тому подобное. Я думаю, что это важный аспект именно аутентичности своей, самоидентификации своей, культурной, религиозной, национальной. Поэтому в глобальном смысле слова нет ничего хорошего в том, чтобы воспринимать эти традиции и вводить их в масло. На уровне просто в них нет ничего плохого, но на уровне масштабном они могут привести к полному затмеванию и забыванию, собственно говоря, наших традиций. Не думаю, что это есть хорошо. Например, скажем, я понимаю и я думаю, что это нормально, естественно, в Америке празднуют День Благодарения. Но совершенно не понимаю, зачем празднуют День Благодарения, например, у нас. У них есть исторический контекст возникновения праздника. Есть традиция отмечания праздника. Есть традиция, описанная в классике американской литературы. Если бы, например, я был в Америке, я бы с удовольствием посмотрел, как это отмечается. Мне просто интересно с точки зрения чисто культурологических. Но зачем, например, празднуют День Благодарения в Индии, в Корее или в Украине, я не понимаю. Это бессмыслится. И это касается, например, многих других вещей, связанных с такими вопросами. Это мое, конечно, личное мнение. Можно не согласиться, но в принципе моя позиция такова. То есть все-таки лучше акцентировать внимание на наши традиции, чем на Западном. Спрашивает читатель, по какому принципу Господь посылает нам испытания, почему одни страдают, а другие нет? Это уже такой интересный вопрос. Хороший вопрос. Если честно, это, наверное, один из самых сложных вопросов, которые могут быть заданы Богослову. И есть книга Иова, посвященная этой теме, одна из самых древних книг Священного Писания, когда праведник Иов, который не сделал ничего плохого, он страдает. И страдает тяжело и даже страшно. И в принципе, книга Иова посвящена как раз рассуждению о том, где причина страдания. И друзья Иова, которые приходят и его утешают, они пытаются найти ответ на этот вопрос, почему я страдаю. И предлагают свои варианты. Но все эти варианты, они, с одной стороны, естественные, логичные, а с другой стороны, они все, в принципе, не отвечают на поставленный вопрос. Потому что Иов знает, что он этого не совершал. Соответственно, причина, которую предлагает, она не работает. Поэтому здесь правильнее было бы сказать, что, наверное, Господь допускает страдания для того, чтобы человек прошел некое испытание и в этом испытании приобрел некий положительный опыт. И сам этот опыт есть некая ценность.